Друзья, я вновь приветствую вас на своем канале Сказы сибирского шамана Я продолжаю озвучивать стихи из сборника своих стихов Прогулки по Млечному пути Продолжая тему солнца, тайн солнца, солнечных лучей, солнечных составов Сегодня еще несколько стихотворений о солнце Луч живой от солнца Луч живой от солнца сходит, лепит сердце, и тогда радостью горят глаза Сердце пламенем пылает, мысли солнечные тают Образ воском отмечают в замках сердца моего Хоровод из искр духа, белым облаком паря Раскрывает свет даря, бытие иных вселенных Посвящая в тайны чаши солнечного алтаря Я вам говорил, что лучи духовного солнца на конце имеют острие Такое острие в древние времена называли кадуцеем Если у божеств был жезл острый, этот жезл назывался кадуцей Его назначение было пронзить духовное сердце для того, чтобы туда втеснить божественные частицы Мировые частицы, масла И преобразить человека Но когда божество пронзало сердце человека, духовное сердце Человек при этом испытывал крайнее одиночество, оставленность Крайнее состояние страдания, что ли, в этот момент Ему казалось, что жизнь закончилась Но после укола кадуцеем После впрыскивания этих составов Жизнь начинала играть новыми спектрами И вот стихотворение «Солнечный луч кадуцей» Солнечный луч, а на конце его острие Оно вонзилось в сердце мое И впрыснуло составы духовного солнца В этот момент раскрылись замки духовного сердца Каждый замок чаша И не найдешь ее краша Острие кадуцей Артемисы Небесной Матери Адмилартесы Если хочешь преобразить кого Вонзает кадуцей в духовное сердце Впрыскивает частицы божества Запредельного добра Через шприц кадуцей с миро Был просто земной человек А стал богочеловек, живущий на превосхищенном О Священно безумный В чистой небесной любви Светопотрясенный Солнечный поэт Дважды от небесной маммы рожденный Подобревший миллион крат Исполненный полноты гиперборейского духа Вот такая вот, брат, неземная наука Преображать в божеств разных существ И, конечно же, человека Предназначенного к тому от века Жертвою агнцев, катаров, катарифян, богомилов И сонмодобрых существ На наших глазах совершается преображение С верховным божеством божеств Сочетания, сложения И звучит нескончаемо Световая музыка Сфер Сгинь навеки С лица земли Люципер Наверняка Многие из вас в своей жизни Переживали такие моменты Запредельные моменты В эти запредельные моменты Как раз происходило Всевание Божественных частиц и составов Особенно, если после этого Ваша жизнь расцветала Преображалась Проявлялась в каких-то новых спектрах Некоторые мистики древнего мира Некоторые художники Прозревали Тайну Солнца в том Что вот это физическое Солнце Которое светит нам каждый день Это не планета А сияние божественного солнечного мира Какого-то огромного мира Великого Света Великого Солнца Через отверстия В неком холсте В некой сфере Которой накрыта земля Ну, я встречал у разных авторов В разных источниках Правда, это давно было Сейчас я вам не перечислю Авторов и источники Единственное, что Вот Вы можете посмотреть картину Ван Гога По-моему, называется Подсолнеки На этой картине видно Что Солнце Это Ну, как некое отверстие, что ли В небе За которым Стоит Солнечный какой-то мир Огромный Возможно, этот солнечный мир Люди не могут пока вместить Потому что им не хватает Солнечных составов Поэтому Кто-то ограничил Так сказать Этот солнечный свет Идущий на Землю Вот таким отверстием Ну, можете принять это Как некую версию Можете принимать Можете не принимать Но вот Такое стихотворение Родилось во время Игры на Варгане И я вам преподнесу его А вы знаете, что Солнце Не небесное тело А всего лишь Отверстие В небе Солнечный световой люк Калитка Дверь Врата в огромный Присолнечный Добрейший мир Тайну эту Прозревал художник Ван Гог И духовные мистики Темных времен Они знали Что колпаком Накрыта земля Семь с половиной Тысяч лет назад Когда Черный Бог Вторгся В пространство земли И заморозил Сердца Дыханием Ледяным Рассыпал в души Черный состав И закрыл Небо Холстом Чтоб не видела Солнца Духовного Ни ночью Ни днем И погрузил Во мрак Земной мир А раньше В небе Земли Плавали Как в аквариуме Солнечные Миры Каждый Дарить был готов Солнечную Благодать Источать Последнюю Каплю В чашу Небесной Любви И земля Всегда Отвечала Да Ответную Каплю Даря Это Она была Чашей Для солнца Ра Была земля Как сестра В межгалактическом Сестричестве Братстве Сонма Добрых Отца На земное Небо Три Духовных Солнца Отца Матери С пантеонами И Бога Человечества Впереди Сто тысяч Лет Солнечного Отечества Жизнь Продлена И полная Победа Близка Вот тогда Земля И человечество Скажет Своё Твёрдое Да Свету Добру Истретит Белых Корабелов Белых Гиперборейских Божеств Тогда Станет Земля Новым Солнцем Любви Доброты И сойти На неё Будет Великая Честь Она Станет Столицей Всех Миров Какие Существуют Во Вселенной Помните Образы Из русских Сказок И сказок Других Народов Летучие Корабли Или Летучие Лодки Какие-то Это Упоминания Как раз О белых Корабелах Белые Корабелы Это Люди Которые Достигли Ступерсия Божеств Которые Были Обожены В них Были Изменены Составы В такой Степени Что они Сами Стали Земными Божествами А потом Пошли В невестные Миры Вот Образ Белых Корабелов Запечатлён В наших Сказках Как Летучие Корабли Вы Можете Их Увидеть На Картинах Некоторых Художников Славянистов Которые Развивают Славянскую Тему И Прочесть В сказках Надо Сказать Что Сказки Это Никакая Не Выдумка Сказки Это Такие Духовные Такие Свитки Которые Запечатляют Образы И Процессы Духовного Мира Если Бы Вы Были Посвящены Тайны Духовного Мира Если Были Духовные И Были Одно С божествами И Сами Были Божествами Проявленными Уже Вы Понимали Что Сказка Это Совершенно Не Выдумка Это Описание Духовных Миров Есть В русских Сказках Например Есть Описание Вселенной Есть Такая Серия Сказок Называется Русские Волшебные Сказки Ну и Последнее Стихотворение О солнце Уже Можно сказать О земном Солнце О земном Весеннем Солнце Зима Скоро Закончится Наступит Весна И Солнце С каждым Днем Будет Проявлять Себе Сильнее И Сильнее И Вот Такому Можно сказать Весеннему Солнцу Посвящается Стихотворение Я его назвал Тайна солнца Солнце Весною Кусает Сугробы Чтоб Таяли Побыстрей На концах Лучей У солнца Губы Чтоб Целовать На земле Людей От поцелуев На сердце Праздник Хочется В пляс Пуститься Скорей А вы Играли Солнцем В прятки А вы Водили С ним Хоровод А убегали В лес Без оглядки Чтоб Не догнал Вас Солнечный Кот Солнце Любит Играться С нами Солнце Очень Любит Людей Но От людей Зависит Характер Солнечных Ласковых Или Обозленных Лучей Солнце Порой Бывает Несчадным Солнечный Ветер Приносит Печаль Солнце Бывает Прячется В тучах Но Думаю Из них Ему Хочется Выйти Скорей Солнце Живое Оно Как Личность Состоит Из Световых Ячей В каждой Ячейке Малое Солнце Солнце Сердца Богатырей Те Кто Когда-то Сразились С драконом И победили Его А после Жизни Пошли На солнце Чтобы Светить На земле Струны Гусли Гудят Несильно Слышна Сердечная Песнь Это Вещает Баян О тайне Солнца Чудную Песнь Поет О ней Солнце Услышало Песню Эту И Умягчилось В лучах И Неспослало Для жизни Света Сурьей Заграла В сердцах Радуйтесь Люди Что Светит Солнце Не Обижайте Его Сердце Храните Сурьей Поите Достанет Вокруг Светло Словом Последним Звуком Затихшим Закончилась Эта Песнь И Воцарилась Гармония В мире Среди Людей И Вне Тайна Велика На гуслях Играя Преображают Мир Белые Старцы Любовью Вещая Гусельным Строем Храним Звон И гуденья Благодаренья Ирию И Про Отцам Что Возродилось Славянское Племя Снова Плывет К Небесам К Гуслям Коснуся Струнами Звонка Брякну И Запою Радость Избытка Огонь Небесный И Доброту И Залью Славлю Я Деда Славлю Я Бабу Сердце Вполно Доброты Выпьем Жесую Огнену Сую И Запоем От Избытка Любви И Это Даже Это Стихотворение О земном Солнце Полно Тайн Тайна В том Что Гусляры Играя На гуслях Хранили Гармонию В этом мире Хранили Гармонию Преображали Их Струны И гусли Были Как Можно сказать Солнечные Лучи И Игра На гуслях Это Было Сакральное Мистическое Действие Которое Преображало Всех Слушающих Эту Музыку Гусельную Ну О гуслях Я Возможно Скажу Отдельно Сниму Видео А Это Была Серия Стихов О Тайне Солнца Солнце Действительно От солнца Сильно Зависит Человек И от человека Зависит Солнце Есть Прямая Связь Обратная Связь Может быть Вы Читали Работы Вернадского Вавилова Эти Ученые Открывали Как раз Как Солнце Действует На Людей Изучали Воздействие Солнца На Людей На Живые Организмы На Растения Выявляли Некие Закономерности Очень Очень Интересные Поучительные Книги Хорошо Бы Прочесть Я Все Время Читал Вернадского И Вавилова И Тот И Другой Занимались Светом Свет Это Вообще Большая Тайна Что Что Такое Свет И Кроме Физического Света С Известной Скоростью Распространения Есть И Духовный Свет Видите Есть Духовное Солнце Есть Духовные Лучи Этого Солнца Которые Совершают Некие Действия С Человеком Я Их Описал В своих Стихах Читайте Внимательно Внимайте И Вам Будут Понятны И Известны Многие Тайны Духовные Тайны Благодарю Вас За Внимание Оценивайте Мои Видео Подписывайтесь На Мой Канал Пишите Комментарии Задавайте Вопросы Ваш Сказитель Белый Шаман Ворганизм Импровизатор Мастер Позритель Ворганов Эрс Иготов Черонкин Также Писатель Поэт Ученый Экспериментатор Немножко Земледелец Немножко Музыкант Художник Благодарю И приглашаю Вас На канал Еще и еще Потому что Я буду Выкладывать Многие Видео О разных Разных Тайнах Думаю Вам Интересных И Вы найдете Ответы На те Вопросы Которые Вы задаете Себе Я себе Задавал Множество Вопросов И нашел Ответы На большинство Из них Вопросы Все равно Возникают Они будут Возникать Иначе Жизнь Станет Неинтересной Но Очень радостно Когда Ты находишь Ответы На вопросы Которые Задаешь Себе Я Вам Желаю При просмотре Видео Или чтению Моего сборника Стихов Находить Ответы На вопросы Которые Вы Сами Себе Задаете До встречи На канале Сказы Сибирского Шамана Продолжение следует...